Хорошему куску и рот радуется. Курочка? Курочка. А вот эта вот беленькая, это что такое? Жир? Да ну что вы, это куриная грудка. А красненькая такая, это что? А это куриные бедрышки. Точно? Ну ладно, рассказывай как готовить. Рассказываю. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Тема сегодняшнего выпуска – курочка. А точнее, один из интересных, на мой взгляд, способов ее готовить. Всем хороша эта птица, и цена на нее зачастую очень гуманная. И найти приличную кичку гораздо проще, ну по крайней мере в наших краях, чем приличную свинину или говядину. Но, уж слишком неразнообразно, по моему мнению, ее готовят. Хоть сегодняшний способ и выглядит, на первый взгляд, достаточно хитроумным, на самом деле в нем нет ничего сложного. Пройдем на рабочее место, все расскажу и покажу. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание именно на способ разделки. Все стальные выкрутасы с пряностями и прочим целиком полностью на ваш вкус. Вот у меня курица. Цель – удалить из нее кости, не повреждая шкуру. Пункт первый. Надо удалить В-образную косточку. Смотрите, вот здесь, на месте сочленения грудки и остова, видно стык мышц. Вот он. Делаем надрез как раз в этом месте. Сначала с одной стороны, потом то же самое с другой. Вот где-то он, видите? Вот он, место. Так. Так. Это мы освобождаем эту самую как раз-таки В-образную косточку. Теперь запускаем пальцы сюда, вырываем ее. Вот эта косточка. На ней можно погадать. Следующий этап. Теперь нужно отделить крыло от места сочленения ее с ключицей. Надрезаем сухожилие в этом месте. Вот мы подрезали с одной стороны крыло. Видите, оно болтается. А теперь то же самое с другой стороны. Приоткрываем лавину, находим место сочленения. Вот оно. И в этом месте подрезаем. Сначала сверху, а потом снизу. Видите, место сочленения. Вот оно. Вот мы отделили от ключицы крыло. Третий этап. Надо отделить куриные грудки от грудной кости. Смотрите, вот у нас грудная кость. С одной стороны и с другой стороны. А вот сама грудка. Вот в это место загоняем лезвие ножа вдоль грудной кости. И поднимаем вверх к остову. То же самое с другой стороны. И с две ножа, и вверх к остову. Теперь пальцами отделяем мясо от остова. С одной стороны и с другой стороны. Вот он у нас. Кожа начинает расползаться, к сожалению. Слишком много сил приложил. Но думаю, у вас получится получше. Итак, вот эта часть остова. Четвертый этап. Переворачиваем нашу птичку спинкой вверх. И проделываем сходную же процедуру уже на спинке. Тут у нас спинка. И вот грудной остов. Остов откладываем в сторону. Когда наберется достаточное количество костей, из этих самых костей, из этого остова, я приготовлю деми-глаз. Если кто-то пропустил этот ролик, щелкайте вот сюда. Или заходите в описании к видео. Ну, а те, кто смотрит на планшете, щелкайте в подсказке. Ссылка будет там. Переворачиваем. Вот у нас кусок грудки здесь. И подбираемся к задней части. На главную место сочленения окорочка с одной и с другой стороны. Давайте дорежем, наверное, ту шкурку до конца. Раз уж у нас разошлась. И раскроем птицу вот так. Завершающий этап. Угузку с кусочком кости. Вот у нас получилась птица с бедрышками. Пятый этап. Удаляем кости из бедрышек и голени. Мясо вокруг костей бедренных тоже отделяем. Это удобнее делать вот так. И то же самое провернул со вторым окорочком. Теперь я отделяю кусочки красного мяса для того, чтобы чуть позже хорошенько перемешать его с пряностями, для того, чтобы состав рулета по его объему получился у нас более-менее равномерным. Чтобы перемежалось белое и красное мясо. Итак, вот у меня груду костей. А вот то, что недавно было курицей. Чем хороший такой способ разделки? Во-первых, эту курицу можно накрашировать всякими всякостями. А во-вторых, при встрече костей не нужно ломать себе голову. Как же ее разделить равномерно на части? Она будет резаться, как колбаса. Однако я хочу показать один из самых простых вариантов. Вот у меня есть еще парочка куриных грудок. Нарежу их вот такими брусочками. Это у меня будет куриный рулет без всяких оригинальных добавок. Так сказать, базовый вариант. Курица – это не свинина с большим количеством сала, поэтому я буду солить из расчета 14 граммов соли на килограмм веса. Причем из этих 14 граммов, 10 граммов у меня будет нитритной соли и 4 грамма поваренной. Почему я использую нитритную соль? Потому что хочу, чтобы красное мясо, бедрышки и голени, в рулете сохранили свой розовый цвет. Во-первых. А во-вторых, нитритная соль придает ветчинный прифус рулету. Еще нитрит натрия угнетает развитие кластридиум бутулину, палочки, которая выделяет бутылу токсин. Конечно же, обязательно добавить чеснока. Зубка 4 крупных. Естественно, чеснок надо мелко нарубить. Еще, я думаю, черный перец, семена кориандра. Вообще, на мой вкус, семена кориандра изумительно подходят к курятине. Кориандр и перец измельчу в ступке. Чтобы все мясо равномерно просолилось, надо дать ему хотя бы 12 часов, а можно и сутки. Подготовительные процессы завершены. Теперь остается накрыть все пленкой и убрать в холодильник. До завтра. Ночь эта заготовка провела в холодильнике. Давайте собирать рулет. Для начала разложу птицу шкуркой вниз. И начинаю раскладывать начинку. Особенно усердствовать в равномерной раскладке я не вижу смысла. На этом этапе вы можете еще раз включить фантазию и добавить сюда чего-нибудь съедобного и интересного. Ну, например, грибов. Я не стал отрезать курицы крылья и зашивать ее в рулет тоже не буду. Для сегодняшнего рулета эти сложности ни к чему. Для упрощения процедуры возьму пакет для запекания. А теперь надо завернуть его вот так, поплотнее. Как вы этого добьетесь, не знаю. Можете перевязать шпагатом, как рулет. Вот в этом ролике я показывал технику обвязки. А можете воспользоваться сеткой. Ищите ее в интернет-магазинах. Все очень просто. Можно натянуть сетку на трубу для удобства. А можно прям так упаковать. А теперь остается завязать концы. Делаю петлю с удавкой. Вот так. Накидываю. И затягиваю. Можно еще разок. А теперь с другой стороны. Делаю петлю. Набрасываю. Затягиваю. И еще пару раз. Чтобы уплотнить получше. Птицу я достал из холодильника. А солил ее, напомню, нитритной солью. Так вот, мясо, обработанное нитритной солью, нужно выдерживать перед тепловой обработкой часов 5-6 в тепле, при комнатной температуре. Тогда цвет мяса будет ярче. На экране у вас все происходит быстро, практически моментально. Но на самом деле с перестановкой камер, перестановкой света прошло уже часа 2. Так что рулет полежит еще часа 3 в тепле. И отправлю его в духовку. Итак, рулет отлежался. Пора ему погреться в печке. Температура в моей духовке скачет от 76 до 88 градусов. Это не у меня духовка такая дурацкая. Это общий принцип работы электрических духовок. Они поднимают температуру до какого-то уровня, отключаются. Когда температура падает ниже определенного уровня, они опять включают нагрев. Так как гоняют температуру по петле гистерезиса. Примерно через полчаса, через час я вгоню щуп термометра в рулет. И буду ожидать готовности. Рулет будет готов, когда температура внутри достигнет 76 градусов. За это время курочка даст сок, который заполнит все пустоты. И позже при остывании превратится в совершенно потрясающее желе. Таков мой замысел. Пора извлекать птичку. Ну, вернее, рулет. Конечно, сейчас уже можно было бы его разрезать, но нет. Я дам ему остыть, а потом вообще уберу его в холодильник. А разрезать буду завтра. Вид великолепнейший. Давайте попробуем, что получилось. Сначала кусочек белого мяса. Великолепная грудка. Пронизанная ароматом чеснока. Перец. Можно даже, наверное, больше перца. Но, в принципе, учитывая, что у меня еще и мои операторы будут есть, я думаю, что для них это будет достаточно. Так, кусочек красного мяса попробуем. Хотя надо, конечно, все есть подряд. Но не на камеру. Великолепно. Вы знаете, я одно время, когда мы еще жили в России, покупал рулет из смеси мяса разных птиц. Там была индейка, курица, может, даже гусятина. Это было очень хорошо. И вот именно тогда я понял, что смешивать разные виды – это то, что нужно. Это просто великолепно. Я вам настоятельно рекомендую. Попробуйте приготовить. Так, еще кусочек, с вашего позволения. Очень хорошо. Кориандр прекрасно теняет этот вкус. Состоятельно рекомендую. Что могу сказать, друзья мои? Это очень простой рецепт. Это великолепный рецепт. Такой способ разделки птицы с целой шкуркой позволяет не только низкотемпературное приготовление рулета, но и при желании так можно при высокой температуре запечь курочку, зарумянить ее. Получить такую поджаристую тушку, которую очень удобно делить на много частей, раскладывая каждому гостю в тарелку. Ну и, в принципе, оригинальная подача тоже, на мой взгляд, неплохо. Хорошая такая база для творчества. Настоятельно вам рекомендую. Что касается использования вот этой вот пленки, этого пакета для запекания. С точки зрения приготовления и запекания в духовке – это очень хорошо. Но в одном из следующих выпусков я вам покажу, насколько проще и удобнее приготовить все то же самое в коллагеновой оболочке. Ожидайте этого выпуска. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать? Друзья мои, если вы приготовили что-то по рецептам кулинарной пропаганды, не поленитесь сделать фотографию и похвалитесь своим творчеством в группе ВКонтакте. Или используя хэштег в Инстаграме хэштег кулинарная пропаганда. Кул. Английскими буквами, все остальное русскими. Новые зрители, не забудьте подписаться. А то потом потеряетесь, расстроитесь. Ну зачем это вам? Внимание всем! Я для вашего удобства использую плейлисты у себя на канале. По плейлистам найти нужные вам видео гораздо проще. И новые зрители, и относительно новые, вы посмотрите, что еще есть на канале. А то регулярно появляются просьбы приготовить то или это, а ролик на эту тему уже давно на канале болтается. Спасибо за компанию! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...